Месяц назад заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев провел в Ханты-Мансийске специальное совещание по вопросу пресечения правонарушений в нефти и газодобывающей отраслях. Речь шла и о том, что нередко в угоду финансовым интересам руководство компании игнорирует требования природоохранного законодательства. В Ханты-Мансийском автономном округе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении исполнительного директора предприятия «Югра Автодор» Валерия Кудрика, который обвиняется в нарушении правил охраны окружающей среды при возведении крупного промышленного объекта для цели топливно-энергетического комплекса. На совещании в Ханты-Мансийске заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев подвел предварительные итоги года по борьбе с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В текущем году в Уральском округе по фактам хищения углеводородного сырья, финансовых средств и промышленного оборудования в нефтегазовой сфере, незаконного предпринимательства, а также коррупции и налоговых махинаций возбуждено 1073 уголовных дела. 247 виновных осуждены. Необходимо обсудить имеющиеся недостатки, выработать меры по повышению эффективности деятельности в указанном направлении. Вопрос укрепления режима законности в данном секторе экономики имеет важнейшее значение для экономической безопасности нашей страны. Особое внимание им уделяется в Уральском федеральном округе, где добывается более 65% российской нефти и 90% природного газа. Впрочем, как отметил Юрий Пономарев, обстановка в отрасли остается сложной. Тем более, что помимо нефти и газа фиксируются правонарушения в смежных сферах. Прежде всего, экологии, загрязнение окружающей среды, выброс отходов, представляющих опасность для населения, незаконная вырубка деревьев и уничтожение почвенного слоя. Это фиксируется, например, при строительстве в интересах нефтегазовых компаний. Недавно к уголовной ответственности был привлечен исполнительный директор ООО Югра Автодор, ранее занимавший там же должность директора. В отношении заказчика Автодора возбуждено дело об административных правонарушениях по двум статьям. Крупный промышленный объект, возводимый Югра Автодором, строился в водоохранной зоне реки Обь в отсутствие разрешительных документов и проекта, прошедшего государственную экспертизу. Оценка экологического воздействия не была произведена. Мы заявили иск о возмещении ущерба в сумме 31 миллион рублей и запрещении дальнейшего строительства данного объекта. Я думаю, что суд мы выиграем, эта ситуация бесспорна. Собран такой материал, который, я думаю, свидетельствует о безусловном нарушении закона со стороны указанной организации мной, ну и других подрядных организаций. Сумма ущерба лесному фонду, по оценке прокуратуры, составила более 30 миллионов рублей. По решению суда Югра Автодор обязаны его возместить. Кроме того, около полумиллиона рублей штрафа предстоит выплатить заказчику строительства.